друзья хочу поделиться с вами новыми рецептами для сброса веса готовьте так и все ваши лишние килограммы постепенно уйдут не бойтесь готовить эти вкусные блюда на таком рационе вы не будете срываться вам не будет хотеться вредностей а вес будет уходить обязательно приготовим овсяные корзиночки с клубникой тефтели с булгуром суп из куриных сердечек с диким рисом и салатом сытный пух друзья у нас сегодня мороз и солнце день чудесный давайте приготовим что-нибудь не менее чудесное у меня здесь творог 5 процентов 180 грамм я взяла во вкус вилл ну натуральный нам нужен творог 40 грамм сливочного масла тоже натурального и сливочное масло мы не боимся это абсолютно ппшный продукт мы все посчитаем и у нас все будет очень очень полезно нам сливочное масло нужно особенно девушкам после 30 чтобы с нашим гормональным фоном при похудении все было хорошо что мы омолаживались они эти не дрябли все хорошенечко перемешиваем добавляю сюда ванилин у меня слабенький так что я побольше если у вас допустим интенсивный поменьше то есть на свой вкус добавляю сюда половинку чайной ложки разрыхлителя еще я добавлю сюда немножко соли и сахзам соль это в данном случае усилитель вкуса а сахзам чтобы тесто было немножко сладковатое вот но можно обойтись его без этих двух ингредиентов тесто будет тогда абсолютно пресное вот но тоже нормально особенно если вы в своем рационе убираете соль и уже путь такой определенный прошли и вам уже без соли вкусно да так все хорошенько перемешали еще раз я добавляю 150 грамм овсяной муки цельнозерновой можно добавить 150 грамм пшеничной цельнозерновой муки перемешиваем сегодня мои корзиночки будут приправлены солнечным светом так я вымесила тесто она получается вот такой вот красивая эластичная упругая заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник на 40 минут раскатываем тесто не очень тонко диаметром примерно 2 3 миллиметра взяла вот такую форму 12 сантиметров ну любую конечно можно взять вот 12 сантиметров и делаю кружочки мне нужно 6 штук 50 грамм эритрита у меня вот такой можно использовать простой сахар но он будет калорийнее ну и вообще можно использовать любой сахза но только вот с такой текстуры как у сахара кристаллической мы с двух сторон обмакиваем и укладываем формочку пока вот так вот просто расправляя у меня осталось еще немного теста я раскатала два таких тоненьких блинчик а сейчас покажу что можно сделать с остатками теста обваливаем сахаре в эритрите и сворачиваем вот таким вот образом вот такие вот три штучки это у нас будет похоже на печенье гусиная лапка вот у нас как раз две лапки две лапки это то что надо можно пойти куда угодно с двумя лапками я вчера купила клубнику в пятерочки на нее сейчас скидка 300 грамм 79 рублей я взяла сразу две пачки одну разморозила добавляю сюда ванилин можно обойтись без него добавляю сюда кукурузный крахмал это нужно для того чтобы вот эта вот жидкость у нас не вытекла до стабилизировалась чтобы у нас начиночка вместе жидкостью и я добавлю немножечко сахзама чтобы у меня был послаще была начиночка послаще все это перемешиваем еще немножко крахмала и на всякий случай на донышке насыплю чтобы он сказать ну не протекло далее если протекло то немножко не сильно в начинку в каждую несколько ядов ягодок и соус который у нас получился он становится такого беловатого цвета за счет крахмала я буду сейчас по очереди чтобы поровну было везде ягод как раз ушла одна упаковка теперь краешки я подверну внутрь две гусиные лапки я размещу вот здесь чтобы они у нас тоже приготовились чуть не забыла я еще сверху ой чуть-чуть посыплю коричневым нерафинированным сахаром мои ягодки будет немножечко такая карамельная сверху корочка и плюс но будет вот натуральный сахар такой быстрый углевод который дает нам сразу энергию удовольствие там насыщение очень быстро но его будет мало для того чтобы вызвать у нас какое-то повышение аппетита но вы можете от этого воздержаться если допустим вы сахар не едите совсем духовку на 180 градусов на 25 минут все готовы посмотрите какая красота у нас получилась по составу это у нас овсянка с клубникой творогом и сдобренное немножко сливочным маслом кстати внизу я оставлю ссылочку под свой похожий рецепт но без сливочного масла там калорийность конечно будет ниже так я все вытащила дала остыть и будем пробовать наши прекрасные корзиночки тесто напоминает песочная а клубничная начинка просто тает во рту калорийность на 100 грамм 202 калорий вес одной корзиночки 100 грамм моя порция на завтрак 2 корзиночки и плюс 100 грамм свежей моркови расчет калорийности выполнен в программе колоризатор точка ру с учетом ужарки сейчас мы сделаем очень полезный салат пробуждение пробуждение клеток у нас будет вот смотрите у меня здесь 100 грамм груши пак хам 60 грамм банана это половинка и 60 грамм это маленький мандарин я добавлю сюда две чайные ложки зеленой гречки не пропаренной и не про не пожаренной она с ростком если ее замочить то она у меня прорастет вот у зеленой гречки есть такая особенность она хрупкая вы можете ее пожевать она очень приятная на вкус вот вареная она уже не такая вкусная а свежая зеленая гречка прекрасно нам подходит например вот в салаты плюс я сюда добавляю 2 чайные ложечки крупной клетчатки и полью все это йогуртом вот таким вот натуральным если вдруг у вас фрукты не сладкие можно добавить сюда даже немножечко и сахара ну конечно коричневого или сахзама все мой завтрак готов 250 грамм нежирные говядины у меня калорийностью 117 калорий и 250 грамм куриных сердечек у меня калорийностью 150 калорий отправляем в блендер и делаем фарш фарш готов добавляем сюда перемолотую луковицу и перемешиваем фарш соль у меня морская среднего помола добавляю специи черный молотый перец мускатный орех и красную паприку молотую 200 грамм отваренного булгура можно взять бурый рис гречку ну или в принципе другую любую кашку которая вам понравится мокрыми руками я формирую тевтельки и укладываю их в любую подходящую форму я чуть-чуть присыплю сверху мукой тонкого помола цельнозерновой знаете зачем чтобы они у меня не сохли не теряли влагу и знаете что вам хочу посоветовать вот видите у меня маленькая упаковка муки вот берите муку цельнозерновую в таких маленьких упаковках какие вы только найдете потому что она очень быстро портится вот эта вот цельная оболочка зерна она имеет такую особенность при соприкосновении с кислородом начинает горчить ну то есть вот говорят про горкло мука про горкло масло это свойственно всем здоровым полезным нерафинированным продуктом а маленькая упаковка быстро уйдет и этого не случится я сделаю соус возьму две столовые ложки цельнозерновой муки добавлю сюда 150 миллилитров воды вот смотрите что я делаю сейчас покажу вам лайфхак я закрываю ее и как знаете бармены в баре делаю вот так вот чтобы идеально все перемешать полминуты и мука идеально разошлась ни единого комочка добавляю сюда соль добавляю сюда одну чайную ложку коричневого сахара добавляю сюда черный молотый перец добавляю сюда паприку добавляю сюда 100 грамм сметаны и добавляю сюда 200 грамм перемолотых томатов в собственном соку вот такие вот у меня и итальянские томаты можно взять такие же ой кусочками и можно вы знаете что еще взять а просто томатную пасту или даже упаковочку томатного сока снова закрываем завинчиваем и перемешиваем заливаем нашим соусом тефтельки ставим в духовку 180 градусов на 30 минут салат сделаем к нашим тефтелькам у меня вот такой 150 грамм здесь айсберг радичио белокочанная капуста и морковочка я добавлю сюда две помидорки мой салат готов я его немножко подсаливаю а масло я добавлять не буду потому что у меня жирные тефтельки и тогда калорийность моего салата будет всего 17 калорий на 100 грамм все готово посмотрите какая красота у нас получилось сверху они у нас немножечко запеклись а снизу пропитались бульончиком и так давайте взвесим мою порцию 1 тефтелька у нас 58 грамм ну 2 тефтельки хотя нет стоп у нас же здесь уже с вами булгур да то есть нам нужно 200 грамм положить это у нас сразу и гарнир и мясо вот в чем дело смотрите по своему аппетиту порция где-то 3-4 штучки просто у меня 3 получается на 174 а 4 у меня получается уже на 220 да но можно всегда доложить и до 300 грамм мы все это докладываем нашим салатиком низкокалорийным он прекрасно нам дополнит наши ленивчики ну 20 грамм салата это не страшно я даже не буду убирать ну что такое 20 грамм давайте с вами посчитаем 4 калории готово калорийность готовых ежиков с учетом ужарки сто двадцать восемь калорий на 100 грамм это еще раз подтверждает что совсем не обязательно есть куриную грудку такое интересное сбалансированное блюдо получилось у нас даже ниже по калорийности сделаем волшебный суп из остатков куриных сердечек у меня осталось 250 грамм не туда и не сюда а суп как раз отлично и так я их положила в мультиварку добавляю перец горошком добавляю 2 лавровых листика добавляю 60 грамм дикого красного риса все что дикое все дико полезно я взяла одну репчатую луковицу один стебель сельдерея и одну морковку и все режу отправляем к нашему супчику соли кстати некоторые боятся куриных сердечек думаю что это не диетический продукт на самом деле очень диетический 150 калорий в свежем виде и если их потушить например с морковкой с луком сельдереем то у них примерно столько же и останется калорийность в готовом виде это хороший продукт это мышцы это белок добавляем сюда к нашему супу просто фильтрованной воды я кстати пью только не кипяченую воду только сырую даже если завариваю чай травы я завариваю горячей сырой водой поставила в мультиварку чашу закрыла крышку закрыла клапан если клапана нет только крышку закрываете включаю режим суп и ставлю на 30 минут потому что сердечки готовятся за 30 минут суп готов он получился вкусный и легкий за 30 минут рис полностью разварился и сердечки тоже готовым мне понравился муж тоже оценил у меня здесь 270 грамм полник на несколько дней готов калорийность супа 33 калории на 100 грамм сделаем на ужин салат нужна любая куриная грудка у меня здесь 100 грамм или индейка можно вареную можно тушеную у меня запеченная которая была замаринована в кефире мы достались три кусочка я режу 100 грамм пекинской капусты 100 грамм сладкой кукурузы можно заменить ее ананасом или грушей добавляю немного соли добавляю зернистую горчицу одну чайную ложку и заправляю все это простоквашей у меня вот такая можно взять йогурт выбирайте лучше термостатный не кислые немножко сдобрю его семенами льна и все приступаем салат очень пышный порция получается большая всем приятного аппетита сейчас попробую что у меня получилось вкуснятина вкуснятина на видео не попало льняное масло которое я выпила утром натощак 10 миллилитров на 90 калорий и того 1392 калории прошла 10 тысяч шагов и выпила 2 литра воды раздельно с едой желаю всем хорошего дня поддержите меня лайком поделитесь тем какое блюдо планируете приготовить в ближайшее время помните что большой путь начинается с первого шага